Пресс-конференция 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Согласно инструкции, командир арсенала дал команду на эвакуацию личного состава и членов их семей. При этом сам с офицерами остался на территории части для принятия мер по локализации пожара и организации охраны объектов. Эвакуация военнослужащих и членов их семей, а это более трех тысяч человек, включая детей, проведена в установленные сроки. Они были натренированы с учетом предыдущих аналогичных событий. Но разлетающиеся фрагменты снарядов повредили находящиеся поблизости здания и сооружения. После этого произошла детонация. Огонь перекинулся на вторую территорию, на вторую базу хранения. Началась серия взрывов. При этом основная часть, это гранаты и стрелковые боеприпасы, разорвались внутри хранилищ и внутри территории арсенала. Но некоторые артиллерийские снаряды и особенно реактивные снаряды разлетались на различные расстояния от 1 до 3 километров и до 10-15 километров. Но все они были в неснаряженном виде, хранились отдельно от взрывателей. На сегодняшний день наиболее дальний фрагмент боеприпаса был обнаружен на расстоянии 8 километров от арсенала. Но он был невзрывоопасен. Ни одного случая взрыва боеприпасов на месте падения зафиксировано не было. Разрушения в городе произошли не от взрывов попавших снарядов, а от воздействия ударной волны, разлета металлических болванок, в некоторых случаях от воспламенения от их раскаленных корпусов. Тем не менее, некоторые из оставшихся фрагментов могут представлять опасность в случае их обнаружения гражданскими лицами и ненадлежащего обращения с ними. Например, попытки распилить, извлечь какие-то ценные металлы или сдать металловом. Поскольку любой склад боеприпасов, тем более арсенал, это объект повышенного риска, задолго до ЧП была проделана работа, чтобы минимизировать возможные последствия задолго до этого происшествия. Склады с боеприпасами были рассредоточены на достаточные расстояния друг от друга, чтобы не допустить одновременного подрыва. Снаряды, которые имеют наибольшую дальность разлета, все были уложены головной частью в направлении степи. Все это позволило выиграть время, чтобы люди успели эвакуироваться. Только за последний год на арсенале был проведен полный монтаж и обслуживание технических средств охраны, построены навесы для площадок открытого хранения, дополнительно оборудованы места для закрытых хранилищ, проведены монтажные работы по ограждению, молниезащитным, противоторанным устройством заземления, обвалование мест хранения, то есть сооружение специальных валов и проверки электрических цепей сопротивления с тем, чтобы предотвратить замыкание. Все это позволило избежать еще больших возможных последствий. Кроме этого, за последние 10 лет было вывезено порядка 180 тысяч тонн боеприпасов с этого арсенала в другие места, а за последний год около 30 тысяч тонн боеприпасов было вывезено. Несмотря на высокие риски, очень жаркую погоду, температура доходила до 47 градусов, военные пожарные, военная команда пожарного арсенала, используя гусеничную пожарную технику, смогла своими силами за сутки потушить пожары на второй и третьей базах хранения, тем самым предотвратив взрывы и нанесение еще большего урона. Например, в 2001 году в Токрау при аналогичной катастрофе пожарные и саперы в течение почти 7 дней вообще не подходили к зоне возгорания, пока не утихли взрывы и пожар. В этот раз работа с первой минуты происшествия не прекращались. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В частности, мест павших животных на территории порядка 6200 квадратных метров. Военнослужащими переведен однодневный заработок на расчетный счет фонда оказания помощи жителям города Арыс. В зону ЧАЭС военно-транспортной авиации дополнительно переброшены инженерно-саперные подразделения. Создано 42 инженерно-саперных отряда. Задействовано более 800 военнослужащих для поиска фрагментов боеприпасов. Инженерно-саперные группы провели очистку города от фрагментов боеприпасов и очистку железнодорожных путей. В течение суток было восстановлено железнодорожное сообщение. В настоящее время продолжается повторная раз за разом очистка прилегающих территорий вокруг города и на арсенале. Организованы мобильные инженерно-саперные посты, куда местные жители могут обратиться при обнаружении каких-то подозрительных предметов. В целях обеспечения полной безопасности военнослужащими дополнительно с разрешения хозяев проведен обход и осмотр домов и квартир на возможное обнаружение посторонних предметов войскового образца. Для ликвидации последствий пожара сейчас проводится разведка и мониторинг местности на предмет выявления фрагментов боеприпасов, полив водой в целях охлаждения сгоревших хранилищ, а также мест складирования боеприпасов и их фрагментов. Но из-за жаркой погоды, пока тление в некоторых хранилищах продолжается, идет небольшой дым, пожарники постоянно заливают водой. Это на территории самого арсенала. Очистка прилегающей местности ведется в радиусе 20 километров, на всякий случай от фрагментов боеприпасов. Уничтожаются фрагменты боеприпасов, обнаруженные в ходе очистки города и прилегающей территории. Уничтожение производится по плану в 60 километрах от города Арыс. Для безопасности населения по периметру города и арсенала выставлены оцепления и патрули. В период эвакуации проводилось также патрулирование вокруг коммерческих объектов, это АЗС, магазины, аптеки, с тем, чтобы не было случаев грабежей или пропажи имущества совместно с сотрудниками Нацгвардии и МВД. Хотел бы отметить, что военные сейчас занимаются не только своими прямыми задачами, но и активно помогают жителям города в проведении дезинфекционных, санитарных, ветеринарных и строительных работ. В настоящее время проводится расследование правоохранительными органами, отрабатываются все возможные версии. Это человеческий фактор, нарушение правил противопожарной безопасности, халатность, технические причины, например, короткое замыкание электропроводки, химическая реакция в зарядах и не исключается возможность умышленного поджога или диверсии. По результатам расследования будет определена ответственность каждого должностного лица. Лично я, как руководитель оборонного ведомства, по существующему у нас в Казахстане на государственной службе неписанному закону, с первого дня назначения на эту должность, то есть 7 августа 2018 года, несу ответственность за все, что происходит в вооруженных силах. Эту ответственность с себя не снимаю и никогда не уходил от ответственности и не собираешься этого делать. Виновные, которых установят расследование, понесут наказание по всей строгости закона. Продолжение следует... 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 Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова По улучшению условий хранения боеприпаса проведен монтаж более 2000 квадратных метров навеса площадках открытого хранения. Проведены работы по обвалыванию на пяти площадках открытого хранения. Проводились плановые работы по инвентаризации, в ходе которой осуществлялись технический осмотр боеприпасов и замена неисправных укопорок. Для защиты арсенала от летательных аппаратов приобретены противодронные ружья. Установлены 47 молниозащитных устройств. Для личного состава отчасти построены столовые для 200 посадочных мест. Было перевезено более 2000 тонн боеприпасов за последние 6 месяцев. Хочу отметить, что данный арсенал также оборудован и отличается от других объектов тем, что в данном арсенале производятся укопорки для замены устаревших и негодных укопорок. Также проводились работа по проверке взрывателей и неисправных боеприпасов. Спасибо, благодарю за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это единовременная выплата в размере пятилетнего денежного содержания по занимаемой должности. Это единовременная выплата для приобретения жилья, личного жилья. Размер ее определяется в зависимости от региона, где проходил службу военнослужащий, и количества членов семьи. Кроме этого, выплачиваются все расходы, связанные с погребением, изготовлением памятника, перевозкой тела, добровольные пожертвования военнослужащих, других граждан. И также по нашей практике над семьей, над детьми погибшего берется неофициальное, так сказать, шефство со стороны местных военных органов. Это бывшие военкоматы, это гарнизоны. И мы стараемся оказывать помощь детям и в обучении, и в трудоустройстве, и в других вопросах. Рахматур-Ламбайзагала. Коллеги, пожалуйста, следующий вопрос. Добрый день. Телеканал Атамикен Бизнес, Мольдор Абдуалеева. Скажите, пожалуйста, куда перевезут оставшиеся боеприпасы, и какую ответственность понесет командир воинской части? Спасибо. Боеприпасы, их осталось намного меньше, чем было на этом арсенале. И остатки будут в соответствии с поручением Ельбасы, поручением Верховного Главнокомандующего, будут вывезены и распределены по безопасным базам хранения и складам, которые расположены в различных местах. В первую очередь мы будем перевозить их туда, где обеспечены соображения безопасности. Что касается командира части, то его степень вины установит следствие. Поэтому я и ранее говорил, что командир был в Кеннале, где Байтуга был в Майдазерше. Он уберен, а на того греху. Следующий вопрос. Добрый день. Кира Канеболодская, телеканал «Мир». Подскажите, когда будет закончена программа по очистке прилегающей территории от боеприпасов, и есть ли подсчеты, сколько взорвалось и сколько сейчас еще нужно убрать? Спасибо. Работы очень активно ведутся. Практически саперы и пожарные работают круглосуточно в условиях, сами понимаете, больших температур, в снаряжении защитном, в бронежилетах, в шлемах. Поэтому все, что в их силах они делают. Работа не терпит спешки. Это работа саперов. Любая ошибка может привести к трагическим последствиям. Поэтому все идет по плану. Сейчас территории, где возможно пребывание гражданских лиц, местных жителей, практически все зачищены. Тем не менее, мы просим при обнаружении каких-то предметов все-таки сообщать немедленно. Сейчас основная работа предстоит непосредственно вокруг ограждения воинской части и внутри территории самого арсенала. Там очень большое количество мелких боеприпасов. Они в основном все уже взорвались, не представляют угрозы. Но тем не менее, требует осторожного обращения. Поэтому эта работа может продлиться, наверное, несколько месяцев, может быть, два. Что касается... Второй вопрос, каковы? На территории города ничего не находится. На территории самого арсенала часть боеприпасов осталась, но она уже начала вывозиться. Уже дважды караваны с контейнерами уже вывезли значительное количество из города Арыс. Небольшое количество оставшихся боеприпасов будет либо передано для утилизации соответствующим организациям, которые не относятся к Министерству обороны, как это делалось и раньше, либо будет уничтожено путем подрыва в 60 километрах от города, либо вывезено на безопасное хранилище. У меня такой вопрос. Вы говорили о том, что я здесь... О том, что... У меня вопрос касательно опасной близости объекта к Арысе. Вы говорили, что поселок был маленький, потом он разросся, но даже по официальным данным 85% зданий получили повреждения. Получается, снаряды долетали не только до самостроя, но и дальше. И вы сейчас сами сказали, что снаряды могут долетать до 15 километров. Хотелось бы услышать ваш комментарий именно о опасной близости. И второй вопрос. Недавно в комментариях, в интервью вы говорили, что вот это ЧП — это природное явление. Что вы имели в виду? По первому вопросу. Действительно, населённый пункт находится, на наш взгляд, в опасной близости от Арсенала. Это уже на протяжении 90 лет. Постепенно населённый пункт, известное дело, за 90 лет увеличился. Мы считаем, что действующие нормы и правила не обеспечивают по процентной безопасности. Необходимо нормативную правую базу менять, устанавливать более широкие запретные районы, запретные зоны, вводить более строгий режим, повышать ответственность местных исполнительных органов за предоставление земель. Но как там всё это происходило сейчас, в прошлом, наверное, необходимо разбираться. Я думаю, сложно здесь мне комментировать. Что касается второго вашего вопроса, Во-первых, как я сказал, никогда не снимал и не снимаю себе ответственность за всё, что происходит в вооружённых силах. Но для того, чтобы быть корректными и объективными, не следует путать ответственность и вину. Вину устанавливает суд. Я уже выражал сочувствие, соболезнование и сожаление с происшедшим и от своего имени, и от имени всех военнослужащих. Откровенно вам скажу, я просил или приносил извинения жителям Арыси, с которыми встречался. А я с ними немало встречался. И с теми, кто эвакуирован, проживал в посёлке недалеко, в школе. И с теми, кто пострадал, и на секторах, в штабах этих секторов с местными жителями. И при встрече с тем, кто пострадал, я готов вновь принести извинения. Но считаю, что главная задача военных – это не слова произносить и популизмом заниматься, а делами исправлять создавшуюся ситуацию. И вот чисто неофициально я вам хочу задать вопрос. Вот вы представьте себе ситуацию, когда вы знаете, что вы отвечаете за что-то, вы идёте, скажем, по улице, и к вам подбегает какой-то неизвестный, незнакомый молодой человек, не здороваясь, не называя вас по имени-отчеству, не представляясь, обвиняет вас, что вы нанесли большой ущерб экономике, и говорит, что виноват там командир части, виноваты вы, и требует, что вы принесли здесь прямо на улице или в коридоре, принесли ему на камеру извинения, или даже не извинения, а попросили прощения. Я думаю, наверное, любой человек отреагировал бы по-разному. Поэтому я ещё раз повторяю, извинения свои я приносил пострадавшим, принесу будущим лично им напрямую, а не на камеру. И кроме этого, наверное, сложно найти человека в вооружённых силах, который бы острее и сильнее переживал то, что произошло, чем министр обороны, который за это всё отвечает. А что касается природного явления, то, я думаю, что сейчас вы сейчас должны быть в 인� NGOs conectаем в tehорах. Я действительно приглашаю... Я в 1 классе получаю жертвование. В 1 классе в 10 классе, в 10 классе я получаю жизнь в 1 классе. В 1 классе я получаю жизнь в 1 классе. Я не могу сказать, что я не говорю, что я не говорю о казах-телах. Но в этом городе, когда у нас все люди, как и мультиксизны, они были выражены, они не убираются. Мои я готовы. Продолжение следует... 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 У меня два вопроса. Первый вопрос. Представитель Министерства обороны, кажется, ваш заместитель говорил, что после того, как начали вывозить вот эти боеприпасы со складов, на момент, когда происходили взрывы, там оставалось 90 тонн боеприпасов. Сколько сейчас вы планируете вывезти? Мы хотим узнать, сколько тонн взорвалось. Это первый вопрос. И второй вопрос. Есть ли подобные склады в черте населенных пунктов, еще какие-то подобные склады в Казахстане? И еще один вопрос. В социальных сетях есть пост одного, и там, по-моему, он сейчас в Украине живет. Когда-то они жили именно на военной базе Арыс. И они говорят о том, что там были не только артиллерийские снаряды, в том числе и авиационные. Опровергните, подтвердите, какие снаряды там находились. Спасибо. Сколько там тонн было и сколько взорвалось, сколько осталось, я уже ответил. В ближайшее время мы сможем более точные цифры назвать, я думаю. Сейчас пока идет подсчет, потому что в некоторых хранилищах они остались заваленными. В каком состоянии там боеприпасы находятся, это же требует большой инвентаризации, переучета. Какие-то боеприпасы уже взорвались, какие-то просто сгорели, в каких-то остался пороховой заряд, в каких-то осталась часть боевого заряда. Все нужно оценивать. Есть и уцелевшие боеприпасы, например, для стрелкового вооружения. Поэтому значительная часть боеприпасов была уничтожена, могу сказать, больше половины было уничтожено в результате взрывов. В то же время, благодаря тому, что пожарные потушили возгорание на второй и на третьей территориях или базах хранения, там боеприпасы сохранились больше. Но это инженерные боеприпасы, так называемые. Они не разлетаются при взрывах на большие расстояния, локализуются там на месте прям взрыва. То есть от них такого ущерба городу и населению не может быть большого. В черте населенных пунктов в других местах Казахстана аналогичных арсеналов нет, потому что это был самый крупный арсенал. Есть более мелкие, о которых я уже сказал. Сейчас мы занимаемся их перераспределением и перемещением там, где это может представлять угрозу. Но мы перестраховываемся, откровенно говоря, если, допустим, разлет реальный фактически составляет от возможного взрыва, скажем, там 5 километров, мы берем 10 и намеренно сделать так, чтобы он находился не ближе 10 километров от населенного пункта. Если разлет 1 километр, мы будем размещать не ближе 3 километров от населенного пункта. По соцсетям относительно авиационных снарядов могу заявить, что авиационных снарядов и морских каких-то боеприпасов там не было, они там не хранились. Хранились там в основном артиллерийские, стрелковые и инженерные боеприпасы. Инженерные боеприпасы это в основном противотанковые, противопехотные мины. Спасибо, коллеги. Следующий вопрос. Здравствуйте. Информационное агентство «Спутник Казахстан». Первый вопрос. Сомер Закшукеев говорил о том, что саму военную базу передислоцируют из-за рыси. Скажите, пожалуйста, куда? И второй вопрос. Сколько заявлений от жителей вы получили касательно того, что они нашли у себя дома фрагменты? Спасибо. Как я сказал, постоянно работают мобильные патрули и группы саперов. Они обходят все дома. Сами спрашивают у жителей, нет ли у вас во дворе, в огороде, где-то еще каких-то подозрительных предметов. При появлении таких предметов сразу же их изымают. 90% этих предметов, они не опасные, это просто металлические обломки. Ну, несколько процентов они могут, как я сказал, представлять опасность, если их, например, распиливать или бросать в костер куда-то. Они тоже изымаются, нейтрализуются. Точное количество, видите, можно считать там маленькие железные какие-то части, осколки, а можно считать такие корпуса снарядов. То есть, зависит от того, как вести подсчет. Но, в целом, количество таких, которые обнаружены были в городе, фрагментов, оно, конечно, достаточно большое, потому что эти осколки и фрагменты, они разлетались, но разлетались не в первые же там минуты, а в основном они разлетались, слава богу, после того, как жители эвакуировались. И в основном повреждения были от ударной волны. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...